Части новой ракеты «Союз-5» уже готовы. Их представил генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов в ходе визита на предприятие делегации «Роскосмоса» во главе с Дмитрием Рогозиным. Встреча прошла в производственном цехе, где директор «Роскосмоса» оценил применяемые в изготовлении ракет-носителей технологии. «Союз-5» будет способен вывести на орбиту полезную нагрузку до 17 тонн. Кроме того, планируется разработка двуступенчатой ракеты среднего класса, грузоподъемностью до 8 тонн, запуск которой будет осуществляться без участия людей. Здесь, в этом цехе, где вы находитесь, будет создано современное производство ракет двух классов, но одного типа, по большому счету. Где за счет ремонтаризации мы будем достигать возможности универсального использования одного и того же стартового комплекса для решения самых разных задач. Ну а дальше будем двигаться уже полностью, полностью многоразовым ракетам. Это уже следующий этап. И так, как у наших американских конкурентов, у них частично многоразовый, мы пойдем сразу через шаг, через ступень будем двигаться. Новая ракета-носитель полностью отечественного производства. Металл, технологии, станки и системы управления – все изготавливается в России. Губернатор области отметил, что ничего не мешает стабильной работе флагманского предприятия космической отрасли. Все, что задумано в качестве производственной программы на текущие годы, на последующие годы, реализуется. Реализуется в соответствии с ранее утвержденными планами. Устойчивая работа ведущего предприятия «Роскосмоса» как раз позволяет чувствовать себя уверенно еще огромному количеству трудовых коллективов. Загрузка предприятия на ближайшие как минимум два с половиной года просматривается совершенно четко, она не снижается. Поэтому работаем с соблюдением соответствующего качества и с соблюдением соответствующих сроков. У России должен быть космический интернет, чтобы каждый житель страны мог использовать широкополосный доступ в сеть, заявил Дмитрий Рогозин. Космические аппараты на околоземной орбите должны обеспечивать непрерывную и помехоустойчивую связь. Развитие суверенных сервисов доступа в сеть потребует производства новых космических аппаратов. А для того, чтобы выводить их на орбиту, понадобится еще больше ракет. По словам главы Роскосмоса, РКЦ «Прогресс» для решения этих задач подходит идеально. Максим Магомедов, Константин Коловин. События.